Спасибо всем, Виктор. Я буду продолжать. Представлюсь для тех, кто еще не знаком со мной. Меня зовут Журова Инна Александровна, и сегодня мы поговорим с вами о нетрадиционных техниках благодаря рисованию в дошкольном образовательном учреждении. Информация, представленная мною, будет полезна педагогам дошкольных учреждений, а также родителям. Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького исследователя с радостью и удивлением, открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце, доброту, добру и красоте. Помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. И чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка. Реализуются его потенциальные возможности. Первые проявления творчества. И вот почему одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском саду является изобразительная, художественно-продуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в процессе которого создается что-то красивое, необычное. Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. Изобразительное искусство располагает многообразие материалов, техник, средств. И зачастую ребенку бывает недостаточно привычных традиционных способов и средств, чтобы выразить свою фантазию. И тогда уже на помощь педагогу приходят нетрадиционные техники рисования. Что это такое? Нетрадиционные техники рисования. Это создание изображения при помощи необычных инструментов, материалов или альтернативными приемами. И классические занятия по рисованию рекомендуется сочетать или перемежать с нестандартными техниками. У детей появляется ощущение новизны в творческом процессе. Включение в образовательный процесс нетрадиционных техник рисования осуществляется в рамках программы дошкольного образовательного учреждения. Значение альтернативных изо-приемов значимо для воспитания разносторонне развитой личности. Как того требует Федеральный государственный общеобразовательный стандарт. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов. Удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя детям учатся наблюдать, думать и фантазировать. Педагогу важно пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. Нетрадиционные техники играют большую роль в развитии детей. Желание творить – это внутренняя потребность ребенка. Она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. На занятиях с использованием нетрадиционных техник изображения дошкольникам предоставляется возможность экспериментировать. Все необычно детей привлекает, заставляет их удивляться. У ребят развивается вкус к познанию нового, к исследованию. Дети задают педагогу вопросы, задают вопросы друг другу, обогащаются и активизируется их словарный запас. Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец. Нетрадиционные техники изображения позволяют избежать шаблонности, так как педагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами и инструментами. А это дает толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражению индивидуальности. Работа с нетрадиционными техниками из-за деятельности стимулирует положительную мотивацию у ребенка, вызывает, как я уже говорила, радостное настроение и не утомляет. Очень тоже важный момент. Организация образовательной деятельности по художественному творчеству с применением нетрадиционной техники рисования способствует развитию ориентировочной исследовательской деятельности дошкольников. Ребенку предоставляется возможность экспериментирования. Это смешивание краски с мыльной пеной, как вариант, нанесение гуашь или акварели на природные материалы и так далее. Также способствует развитию мелкой моторики, а это положительно влияет на развитие речевой зоны коры головного мозга. Способствует развитию психических процессов, таких как воображение, восприятие, внимание, зрительная память, мышление. Способствует развитию тактильной чувствительности. При непосредственном контакте пальцев рук с краской дети познают ее свойства. Густоту, твердость, вязкость. И также способствует развитию познавательно-коммуникативных навыков. Все необычное привлекает детей, заставляет их удивляться. Ребята начинают, как я тоже уже касалась этого, задавать вопросы педагогу, другим детям. И за счет этого происходит обогащение словарного запаса. Из пассивного переводится в активный. Таким образом, обучение детей нетрадиционным способом изобразительной деятельности активизирует познавательный интерес, формирует эмоционально положительное отношение к процессу художественной деятельности, способствует эффективному развитию детского творчества. Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит мыслить нестандартно. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов. Ребенок начинает экспериментировать и творить. Рисование нетрадиционными способами – это увлекательно, завораживающая деятельность. Огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное – самовыражаться. Нетрадиционные техники позволяют, отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке чувства, эмоции, дают ребенку свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея разными техниками и способами изображения предметов или окружающего мира, ребенок получает возможность выбора. Рисуя в нетрадиционных техниках, дети вместе с тем совершенствуют классические навыки рисования, делают набросок простым карандашом, рисуют детали тонкой кисточкой, заливают фон. Педагог показывает пример работы. Да, я сейчас как раз об этом буду говорить, конечно же. Сейчас все расскажу. Еще только вебинар наш начался. И... Так, о чем я говорила? Педагог показывает пример ребенку, пример работы. Ребята говорят, каким способом она выполнена. А далее обсуждают тему занятий и варианты композиции. И рассмотрим альтернативные техники для рисования с детьми. Итак, первое, о чем я хочу рассказать, это пальцеграфия. Рисование кончиками пальцев часто воспринимается как занятие для малышей. Действительно, крохам нравится размазывать краски. Но эта техника рисования подходит и для старших дошкольников. Пальцевая живопись имеет терапевтический эффект. Соприкосновение пальцев с бумагой, рисование линий и точек оказывают успокаивающее действие. В более старшем возрасте дети умеют смешивать необходимые по замыслу цвета и оттенки. В подготовительной группе проводится рисование пальчиками по схемам. Ребята озвучивают каждый этап схемы, готовят материалы и приступают к работе. Альбомы и пособия с такими схемами можно предложить детям для самостоятельного изучения в художественном уголке. Следующее – это рисование ладонями. Рисование ладошками для детей – это ведь не просто увлекательное времяпрепровождение, но и полезное для мелкой моторики и для психоэмоционального состояния упражнения. Дошкольникам удобнее заниматься изобразительным творчеством. Не кистями и карандашами, а собственными руками и пальчиками. При нетрадиционном способе рисования ключевым моментом становится не столько результат работы, сколько личностное развитие, формирование творческих навыков. Все, что нужно для нетрадиционной техники рисования, можно приобрести в любом канцелярском отделе магазина. Покупать дорогие профессиональные принадлежности не нужно, а вот на компонентный состав я бы обратила внимание. Он должен быть абсолютно безвредным, поскольку у маленького ребенка может возникнуть желание слезать краску с пальчиков. И какие нужны материалы? Альбомная бумага, краски, желательно пальчиковые, ватные диски, палочки, салфетки и, конечно же, клеенка. Вместо белой альбомной бумаги при желании можно использовать картон и набор цветных листов. Главное, чтобы была достаточная плотность бумаги, иначе лист деформируется от влаги. Краску можно взять, кстати, не только пальчиковую, подойдет и гуашь, подойдет и акварель. При желании можно добавить еще в состав блестки, чтобы рисунок получился ярче, интереснее. И вот такой вариант больше нравится девочкам. Желательно, конечно, еще практиковать игровую форму. Например, загадать загадку, а ребенок должен изобразить отгадку. Или прочитать сказку, затем попросить дошкольника нарисовать понравившегося персонажа. И такая техника рисования не вызывает трудностей. С помощью кисточки ребенок наносит на раскрытую ладонь краску. Это может быть один определенный цвет, а может быть несколько цветов. Раскрашенную ладонь сразу, пока краска еще не высохла, прижимаем, ребенок прижимает к бумажному листу. Затем рука отнимается от листа, убираются остатки краски с кожи салфеткой. И после завершения занятия тщательно руки моются под краном. Раскрашивать можно, кстати, не всю руку, а лишь какие-то отдельные части. Для получения нестандартных изображений на бумаге пальцы можно еще сгибать. Можно совмещать, а можно и раздвигать. То есть можно тут по-разному. Все зависит от вашей фантазии. Следующий прием – это кляксография. И вот эта техника рисования при помощи клякс. Тут, в принципе, согласно названию, все понятно, о чем идет речь. И необходимые материалы – акварель и пластиковая трубочка. И пластиковая трубочка коктейльная. Старшие дошкольники могут… Ну, я в процессе рассказываю хорошо о разных методиках. И в процессе тогда как раз выдаю, где что для какого возраста. Хорошо? Возвращаемся к кляксографии. Так вот, старшие дошкольники могут заготовить основу заранее. Залить и проработать фон, а затем рисовать кляксами. Трубочкам понадобится, чтобы раздувать капли акварели. Чтобы получить замысловатую линию, сдувать каплю нужно в сторону. Чтобы капля стала пушистым пятном, трубку… Да-да-да. Трубку держат прямо над каплей и резко выдувают потом воздух под прямым углом к листу бумаги. Акварель в итоге разлетается в стороны. И хотела бы привести пример занятий с использованием кляксографии. Педагог проговаривает, до изображения ручки люди писали перо, обмакивая его в чернила. Особую окрашенную жидкость черного цвета. И детям того времени часто снижали оценку за то, что, выполняя работу в тетради, они делали кляксу. Неаккуратное чернильное пятно. Но оказывается, клякса может быть и способом рисования, за который никто не будет никогда ругать. И педагог зачитывает стихотворение, например, стихотворение «Вчера». Принесла мне в подарок сестра бутылочку черных чернил. Я стала рисовать, но сразу с пера кляксу огромную уронил. И расплылось на листе пятно. Слева стало помалу расти оно. Слева хобот, а справа хвост. Ноги как тумба, высокий рост. Я немедленно к черной туши пририсовал огромные уши. И получился, конечно, он, вы угадали, индийский, видите, говорят, слон. Педагог предлагает посмотреть образцы готовых рисунков. Клякса бывают разные, страшные, милые, добрые, злые. Все зависит от фантазии художника. И еще тоже хочу предложить вашему вниманию дидактическую игру, называется «Веселые клякса». Необходимо сложить лист пополам, по длинной стороне, тщательно прогладить вот эту вот линию сгиба. Далее раскрыть лист, набрать на кисточку побольше краски любого цвета и капнуть на одну половину листа. Далее сложить лист пополам и хорошенечко разгладить. Раскрыть лист, посмотреть, что получилось. И обращаем внимание на то, что второе пятно является точной копией первого. Проделать то же самое с красками другого цвета можно. И каждый раз, капая на чистое место и только на одну из половинок листа. При необходимости дополнить рисунок с помощью кисти, лакной палочки. Дети приступают к практической работе и по окончании работы мы любим вместе рассматривать получившиеся рисунки. Следующая техника это набрызг. И по-другому называют эту технику рисования брызгами. Несложная, очень интересная техника для творчества. Понадобится бумага, бумага для шаблонов, ножницы, стаканчики с водой, гуашь. Что там еще? Кисть, карандаш, пластиковая расческа, зубная щетка. И для техники набрызга используют шаблоны. Вот такие они перед вами на экране. Шаблоны бывают силуэтные, бывают прорезные, бывают модульные. Как их изготовить? Возьмите лист бумаги, сложите его пополам. Горизонтальный или вертикальный формат. Зависит опять же от вашей фантазии, какую цель вы преследуете. На одной половине листа нарисуйте половину, например, вазы, как вариант. Нарисуйте дно и боковую часть. Верхнюю линию вазы пока не рисуете, возможно, там окажется свисающий виноград. Располагайте вазу так, чтобы хватило достаточно места, например, для фруктов в верхней части листа. Дальше ножницами по намеченному контуру вырежьте силуэт вазы. Далее разворачиваем лист. Обратите внимание, что ваза получилась симметричной. Нарисуйте крупные аппетитные фрукты, свисающий виноград. Но опять же тоже все зависит от вашей фантазии. Дорисуйте верхний край вазы. Не забудьте про листья. Проведите горизонтальную линию, обозначив плоскость стола. Теперь аккуратно по контуру вырежьте шаблоны вашего натюрморта. И как мы можем использовать шаблоны? Соберите все детали ваших шаблонов, как пазлы. Аккуратно распределите на листе бумаги. Следите за тем, чтобы края листа и шаблона совпадали. Детали шаблонов можно закрепить кнопками. Обратите внимание, что у вас под листом бумаги лежит, например, гофрированный картон, для того, чтобы не повредить стол. Теперь аккуратно, открывая определенные фрагменты натюрморта, покрываем их цветом в технике набрызг. Шаблоны, кстати, не всегда еще вырезаются из бумаги. Иногда в качестве шаблонов применяют природные материалы. Например, различные формы листья, трава, веточки растений. И как мы выполняем вот эту технику набрызг? Смачиваем щетку водой. Дальше стряхиваем лишнюю воду, чтобы не было клякс. Щетка не должна быть слишком влажной. Набрать затем немного краски на зубную щетку. Взять щетку в одну руку. А стек, карандаш или расческу, тут что вы берете, в другое. Держим щетку над листом, отвернув от себя. И быстрыми движениями проводим стекой по поверхности щетки, по направлению к себе. И брызги в итоге полетят на бумагу. Важно не ошибиться с направлением движения стеки к себе обязательно, да? Иначе все капли полетят не на бумагу, в итоге она художника. Следующий момент. Постарайтесь направить брызги в нужном направлении и затонировать ими конкретный участок рисунка. Таким образом, в процессе работы мы открываем, закрываем шаблонами определенные участки нашего рисунка. И краской другого цвета процесс разбрызгивания повторяется уже. Рисунок может быть как цветным, а может быть и монохромным. Когда в изображении присутствует белый цвет, картина выглядит такими нарядными, яркими, привлекательными. Можно придумать разнообразное сочетание красок. И опять же, это зависит от вашего воображения и фантазии. Для цветного рисунка краски лучше выбирать ярких цветов. В завершение работы нам необходимо удалить все шаблоны, добавить декоративности нашему натюрморту. Для этого берем тонкую кисть, наносим тонкие линии, прожилки на листья, завитки, усы винограда. А также украшаем декоративным узором вазу, скатерть и фон. И сейчас хочу предложить вашему вниманию видео посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом идем дальше. Следующая техника это использование пульверизатора. И как мы здесь можем с вами работать? Нам понадобится плотная бумага, подкрашенная вода и, соответственно, пульверизатор. Ребенок будет в восторге, если ему показать, как можно рисовать, благодарю, как можно рисовать с помощью простого пульверизатора. Просто делаем как можно более насыщенную краской воду, выбираем плотную бумагу и начинаем брызгать. Следующее это рисование цветным льдом. Нам понадобятся формочки для льда, пищевые красители, палочки от мороженого, зубочистки или ватные палочки, плотная бумага, например, для акварели или обои тоже подойдут. Приготовьте вместе с детьми разноцветный лед, смешайте нужные цвета красителя с водой в разных стаканах. И как все будет готово, с помощью пипетки или шприца вместе с детьми разлейте цветную воду по ячейкам. И в каждую ячейку положите зубочистку или палочку от мороженого, для того, чтобы потом удобно лед было доставать из ячейки и поставьте в морозильную камеру до полного замерзания. Перед рисованием дайте льду буквально пару минут постоять в теплом помещении. Тогда он немножко подтает и лучше будет оставлять след на бумаге. Если деток много, то их лучше поделить на подгруппы. Для рисования возьмите плотную бумагу, предложите детям порисовать на ней ледяными кубиками. Наблюдайте, как краска соединяется с бумагой, растекается по ней, как смешиваются цвета. И не нужно комментировать все, что происходит. Дайте ребенку самому делать открытие. Именно они запомнятся ему больше в ваших рассуждений. Во время рисования с детьми раннего возраста можно закрепить цвета. Обратите внимание детей на то, что если смешать два цвета, то получится третий. Поговорите о зиме, о ее природных явлениях и о многом другом. Следующая техника – это рисование акварелью и солью по льду. Простой детский научный эксперимент. Интересный и занимательный опыт для детей. Вам понадобятся миски или тарелки для приготовления льда, большой поднос с бортиками или глубокий противень для духовки. Соль тоже понадобится, жидкие акварельные краски или пищевые красители. Двух-четырех пакетов будет вполне достаточно. Например, желтый, розовый, можно взять фиолетовый, бирюзовый как вариант. Еще нам понадобятся пипетки или ложки по количеству цветов красок. Дальше. Еще понадобятся емкости для красок. Можно взять чистые одноразовые стаканчики или от йогуртов. И еще какую-нибудь ткань, старое полотенце или другая какая-то ветошь. Какие этапы будут работать здесь? Первый этап – это делаем лед. Наполните водой емкости, можно даже разного размера, так даже будет интереснее детям. Поставьте в морозилку и двух-трех штук будет вполне достаточно. Дальше. Достаньте лед из чашек, поместите его в большой поднос с бортиками. Желательно поставить поднос на старое полотенце, чтобы минимизировать беспорядок творчества. Далее. Добавляем соль. Насыпьте в небольшую чашку соль и позвольте ребенку посыпать ее на лед. Пусть представят, что он делает ледяные верхушки на каждой горе. Дети придут в восторг, когда увидят, как соль плавит лед. И теперь добавим цвета в растаявший лед. Налейте немножко акварель или красители разных цветов в стаканчики. И добавьте в каждую пипетку или ложку. Предложите детям вылить или покапать краски на лед. И здесь еще тоже хочу отметить, что использование пипеток дополнительно развивает мелкую моторику. Мы добавляем краски на лед не только для того, чтобы сделать его ярким и красивым, но и подчеркнуть все неровности впадины от соли на ледяной поверхности. Обязательно обратите внимание ребенка на то, что именно соль плавит лед так быстро, а не теплый воздух комнаты. Еще тоже очень нравится моим детям рисование мятой бумагой. Нетрадиционное рисование мятой бумагой принадлежит категории тех техник рисования, которые дают вообще полную свободу маленьким детским ручкам и позволяют проявить всю свою фантазию. Такой метод создания рисунка является увлекательным еще даже на этапе подготовки. А в результате позволяет получить объемное фактурное изображение. Рисование мятой бумагой с детьми станет не только отличным развлечением, но и поможет в плане развития его фантазии. Активизируется правое полушарие головного мозга. Чтобы реализовать такой процесс, нужно подготовить следующие материалы. Это альбом нам понадобится. Небольшие емкости для краски можно брать специальные наборы, предназначенные для рисования или пластиковые емкости. Их число должно соответствовать числу применяемых цветов. Краски нам понадобятся. Наилучшим вариантом будет акварель здесь, так как она позволяет получить такие плавные переходы и хорошо растворяется в процессе контакта с водой. Еще салфетки нам будут нужны и мягкая бумага. При рисовании в качестве бумаги не стоит брать газету, так как она будет отпечатывать типографские элементы. Сама техника рисования состоит из нескольких этапов. Первый этап. Пару листов бумаги следует смять в томке. Далее, следующий. Основной цвет, который будет выступать у нас в качестве фона, нужно слегка обозначить на бумаге. Третий этап. В сосуд, в котором находится краска определенного цвета, стоит макнуть вот этот смятый комок бумаги и на небольшое количество времени прижать к поверхности листа. Работу осуществлять до тех пор, пока не будет получено желаемое изображение. При необходимости можно дополнить рисунок контурами с помощью кистей, красок. И тоже хотела предложить вашему вниманию мастер-класс по рисованию сирени. Среди изображений, которые с помощью техники рисования мятой бумагой получаются очень эффектными, выделяют сирень. Рисование сирени мятой бумагой будет состоять из нескольких этапов. Первое. Первоначально нужно подготовить бумагу. Наилучшим вариантом для деток младшего возраста будет формат А4. Взять гуашь или акварель, таких цветов, синий, фиолетовый, белый, желтый, черный, зеленый. Для рисования сирени предпочтительно брать гуашь. Для прорисовки будущего фона рекомендуется взять достаточно жесткую и плоскую кисть. Чтобы реализовать осторожное оформление мелких деталей, понадобится тонкая кисточка. Далее подготовить скомканную бумагу, воду и палитру для рисования. С помощью кисти прорисовываем фон. Для того, чтобы избежать резких переходов и получить эффект размытости, рекомендуется использовать большее количество воды. Далее можно приступить к процессу прорисовки вазы. С помощью тонкой кисточки прорисовать веточки черным цветом, на которых в будущем будут размещаться соцветия. В фиолетовую краску макнуть комочек с мятой бумаги и приступить к формированию цветов сирени. Посредством использования мятой бумаги также добавить небольшое количество белого цвета. Если есть желание, на рисунок можно добавить такой дополнительный элемент, как зеленые листья. Осуществлять это можно как кисточкой, так и тоже с мятой бумагой. В результате выполнения вот этих вот шагов несложных будет получен шикарный букет сирени. Еще тоже детям очень нравится рисовать на фольге. Рисование здесь отличается от бумаги. Во-первых, хорошо видно, как смешиваются цвета. Во-вторых, краска отлично скользит. Подходит для развития сенсорных ощущений у малышей. Рисовать можно пальчиками, кисточками, ватными палочками, обратной стороной кисточки. Только берите, если обратную сторону кисточки берете, берите округлые формы, чтобы фольга не порвалась. Рисование на фольге методом продавливания увлекает детей, а также помогает развивать мелкую моторику и внимание. Нам потребуется плотная фольга. Здесь даже можно взять одноразовую форму для выпечки. Ножницы, карандаш, скотч и цветные маркеры. И шаги работы. Первый шаг. Возьмите лист бумаги и карандаш. Сделайте контурный рисунок будущего шедевра. Лучше, чтобы рисунок был крупным. Здесь важно не мельчить. Следующий, второй шаг. Вырежьте дно формы для выпечки. Будьте тоже здесь осторожны, поскольку края могут быть острыми. Разглотите их ручками ножниц. Третий шаг. На лист бумаги положите фольгу и сверху контурный рисунок. Закрепите. Лучше здесь скотчем закреплять. Карандашом переведите рисунок на фольгу. Старайтесь надавливать посильнее. И следующий, четвертый шаг. Отлепите скотч, снимите контурный рисунок с фольги. Если хотите сделать углубление на фольге еще глубже, то можно еще раз пройтись по контуру карандашом. Можно добавить больше деталей. И последний, пятый шаг. Это раскрашивание рисунком цветными маркерами. Следующая техника. Это пуантилизм для детей. Точечный рисунок. Рисование ватными палочками или пуантилизм вызывает интерес не только у маленьких детей, но и даже у школьников. Причем даже у взрослых. Для малышей это промежуточная стадия знакомства с изобразительными средствами между пальчиком и кистью. Для старших художников это оригинальная техника создания рисунков. Рисование косметическими палочками развивает воображение, усидчивость, мелкую моторику, помогает в изучении цветов, окружающих объектов и так далее. И вот такой стиль рисования пришел к нам из Франции. Он означает писать точками. Художники, которые работали в стиле пуантилизм, наносили на холст чистые, не смешанные предварительно на палитре краски. Рисование точками относится к необычным в данном случае приемам. Для реализации детьми можно взять обыкновенную ватную палочку. Лучше всего получаются точечные рисунки гуашевыми красками. Для каждого цвета понадобится отдельная палочка, а нужные детали можно дорисовать с помощью фломастера или карандашей. Для творческого занятия подготовьте необходимые материалы. Это гуашь, ну и еще можно взять пальчиковые краски. И пальчиковые краски, если ребенок мал, почему берем, то он же может потянуть пальцы в рот. Что еще нам? Бумага или рисовальный картон. Упаковка гигиенических палочек, палитра, шаблоны для обрисовки, либо даже полноценные картинки, на которых необходимо дорисовать точками. Палитру используйте обязательно. С баночки гуашь брать палочками неудобно. Ребенок может захватить ватным кончиком слишком много. В итоге рисунок размажется. В ячейки палитры выложите колеры, которые нужны для создания тематического рисунка. Разбавьте водой до оптимальной консистенции. Другие цвета не кладите, иначе у маленького художника возникнет соблазн использовать их тоже. И в итоге картинка будет испорчена. При создании рисунка ватными палочками окружающие поверхности почти не загрязняются, что делает очень удобным в использовании. Поэтому здесь защитное клеенчатое покрытие, как правило, не требуется. И какие же правила нетрадиционного рисования ватными палочками? Они просты на самом деле. Палочек должно быть достаточно. По одному экземпляру на каждый используемый цвет. Ватные палочки не нужно смачивать. После нанесения пятен обмывать тоже не требуется. Для нанесения точки опустите ватный кончик в ячейку с краской, затем аккуратно прижмите к бумаге. Не допускайте слияния пятен разных цветов. Расстояние между точками, возможно, любое, зависит от того, какой представляется картина. Палочку прижмите к бумажному листу перпендикулярно. Делайте короткие движения, не держите ватный кончик на бумаге долго. Сначала обработайте контур рисунка, затем заполните пятнами середину рисунка. Первое занятие по пуантилизму для детей ознакомительное. И должно длиться 5-10 минут, не надо дольше. Дальше при желании дошкольников творческие уроки можно постепенно уже продлевать. Каждая изобразительная техника имеет нюансы, которые необходимо знать, чтобы рисунок получился красивым и правильным. Это как раз-таки касается тоже и пуантилизма. Вот, благодарю тоже. Здорово. Спасибо за то, что делитесь. Очень приятно. Дальше. Какие нетрадиционные техники рисования палочками выбрать? Зависит, конечно, от возраста детей. Малыши одного-трех лет либо рисуют одним цветом по шаблонам, либо делают точками завершающие штрихи при полноценном рисунке. Дети трех-пяти лет рисуют по шаблонам несколькими цветами. А дошкольники пяти-семи лет наверняка им удастся создать сложную многоцветную картину в технике пуантилизма. Перед основным этапом занятия проведите вступительную беседу. Расскажите воспитанникам доступными словами об этой технике. Продемонстрируйте работы известных художников, которые работали в этой технике. Чтобы заинтересовать детей, объясните, что рассматриваемая картина создана путем нанесения множества разноцветных точек. И для рисования ватными палочками в старшей группе можно использовать две интересные методики. Короткие мазки. Палочку нужно не прижимать к бумажному листу, а делать легкие короткие мазки. При этом штрихи можно располагать рядом, немного накладывать друг на друга. Так рисунок обретает интересную фактурность. Метод оптимален для рисования зверей, птиц, деревьев, водоемов. Создание живых существ начинается с глаз. Далее штрихи в правильном порядке уже идут по туловищу. При рисовании пейзажей мазки хаотичны, наложенные друг на друга. И еще тоже вторая методика интересна. Ватный пучок. Если соединить несколько косметических палочек, закрепить скотчем или канцелярской резинкой, то можно изображать множественные мелкие детали. Ягодные гроздья, например, крону деревьев, кустарников, цветущий лук, звездное небо и так далее. Сколько экземпляров использовать, зависит, конечно же, от требуемой частоты пятен на рисунке. Можно скрепить палочки в ряд, тогда получится изобразить забор, лавочку, грядки, радугу. Дети старшего дошкольного возраста уже способны самостоятельно создавать полноценные картины из точек, используя любое количество колеров. Когда дошкольники освоят пуантилизм, можно предложить сделать рисунок с использованием нескольких изученных изобразительных техник. Усложните рисование ватными палочками в подготовительной группе, используйте мозаику. Пусть дети соберут картинку из частей, затем нарисуют ее на бумаге, сверяясь с оригинальным изображением. Следующая техника – зендудлинг. И такая техника рисования в последнее время приобретает большую популярность. Интерес к этой технике связан с тем, что является хорошим способом расслабиться, получить удовольствие, проявить свои творческие способности. Даже в том случае, если вы совершенно не умеете рисовать в классическом понимании этого слова. Это рисование с помощью простых элементов. Кружочек, кружочки, закорючки всякие, ромбики, да-да-да, ромбики, точечки, палочки и так далее. Конечно же, тут множество вариантов может быть. В этом и состоит легкость. Однако из этих простых элементов могут складываться сложнейшие композиции, поражающие воображение. Но в основном это бессознательный рисунок, позволяющий отключить мозг. Такому рисованию многие из нас запредавались, вспомните, на скучных школьных уроках. О том, что получится в итоге, мы не знаем, не задумываемся, пока рука рисует сама по себе. Зентудлинг – это идеально подходящая техника для занятий с детьми. Самый простой вариант – воспользоваться раскраской или контуром животного, цветка или птички, и предложить ребенку заполнить его простыми элементами. Проще всего начинать занятия с простых форм. Нарисуйте или распечатайте контуры рыбки, птички или животного. Попросите ребенка заполнить его сеткой узоров. Можно делать эти рисунки в одном цвете, а можно ведь еще расписать во все цвета радуги. Можно усложнить задачу, разбить рисунок на части и заполнить получившиеся сегменты разными узорами. Еще вариант – предложите ребенку по-разному заполнить одинаковые изображения животных, предметов и так далее. Еще тоже дети очень любят рисовать мыльными пузырями. Рисовать мыльными пузырями очень просто. Техника не требует каких-то скоординированных или тонких движений, поэтому изучать ее можно с самых ранних лет. Нужно только научить ребенка дуть в трубочку. Маленький ребенок может из-за интереса или случайно потянуть мыльную жидкость на себя, как он это делает при питье сока. Поэтому взрослым, полутора-трехлетним детям лучше сделать мыльную шапку самостоятельно. Это никоим образом не повлияет на процесс рисования. Для того, чтобы выполнить рисунок мыльными пузырями, в первую очередь нужно... Спасибо, благодарю, очень приятно. Для того, чтобы выполнить рисунок мыльными пузырями, в первую очередь нужно приготовить специальный раствор из мыла и красок. Стандартно жидкое мыло смешивают с теплой водой в пропорции 1 к 5 и добавляют акварель кисточкой, пока жидкость не приобретет насыщенный цвет. Но можно использовать для приготовления раствора альтернативные ингредиенты. Моющие средства для посуды, порошок, натертый брусок мыла, шампунь, гуашь, пищевые красители. И какова же техника выполнения рисунка? В стаканчике с разноцветными жидкостями помещаются трубочки. Дети дуют трубочками, в трубочке точнее, пока пена не поднимается до краев. Сверху стаканчика на мыльную вот эту шапку прикладывается альбомный лист бумаги. Отпечатки цветной пены делаются в заранее задуманном порядке. Затем получившиеся круги обрисовываются. Детям 4-5 лет предлагаются шаблоны для заполнения пузырями или может понадобиться помощь в том, чтобы увидеть в рисунке сюжет. Например, петушка, мышку, рыбку. Взрослому следует попросить подключить фантазию или самостоятельно дорисовывать некоторые детали. Также можно накладывать разноцветную пену на лист бумаги ложкой, подкладывать шаблоны, чтобы зарисовывать только фон. Отпечатки иногда вырезают для дальнейшего использования в аппликации. Рисунки мыльными пузырями часто комбинируют с другими техниками. Дополняют аппликациями или просто обрисовывают, чтобы получить нужный сюжет. Следующее – это рисование пены для бритья. Процесс тоже увлекательный, интересный. Пена приятна на ощупь, дарит новые тактильные ощущения, приятный запах. Легко смывается с рук, одежды и любой поверхности. И рисование пены для бритья, смешанной в равных пропорциях, например, с клеем ПВА, вообще очень занятный способ. Картина получается объемной и мягкой на вид, хотя через несколько дней пенка опускается, но все равно изображение остается интересным, пористым и выглядит необычно. В такой технике можно рисовать зимние пейзажи, можно капать на пенку разноцветной акварельной краски, с помощью тонких кисточек или зубочисток выводить замысловатые узоры, получать красивые эффекты. Творчество с использованием такой нетрадиционной техники рисования создает положительную мотивацию к рисованию, расслабляет, будет фантазию, дарит массу положительных эмоций. И существует два варианта здесь рисования, рисование на пене, на самой для бритья и рисование пеной для бритья. На пене, как мы можем рисовать? Пена для бритья создает неповторимую базу для рисования. Детям очень нравится вот эта нетрадиционная техника рисования, позволяет развивать фантазию, творчество, воображение. Может выглядеть как монотипия. Слово монотипия происходит от двух греческих слов, моно-один и типос отпечаток. То есть это такой вид нетрадиционной техники рисования, при которой получается всего один уникальный отпечаток. И разновидностей монотипии очень много. Для работы нам понадобится гуашь, кисточки, линейка, бумага, салфетка и самое главное, конечно же, это пена для бритья. И выдавите небольшое количество пены для бритья на обычный лист бумаги. Сформируйте из пены поле для рисования, разровняв поверхность линейкой. Нарисуйте на поверхности пены гуашью рисунок, а потом приложите сверху чистый лист бумаги. Снимаем верхний лист с пены, берем снова линейку, лучше пластмассовую брать, аккуратно прижимая, счищаем пену в одном направлении. Рисунок получается сухой и приятно пахнущий. Его можно красиво обрезать фигурными ножницами, можно приклеить на картон. Как можно рисовать пеной для бритья? Во-первых, подготавливаем пенную краску. Нам понадобится две части пены для бритья, плюс одна часть клея ПВА и красителя. Смешиваем клей ПВА и краситель. Добавляем пену для бритья. Тщательно все перемешиваем, краски готовы. Их можно наносить на готовый контур или проявить фантазию, придумать рисунок самостоятельно. И есть варианты нанесения краски на основу. Наносим пенную краску на готовый контур или продумываем рисунок самостоятельно. Краску можно наносить кистью, ложкой, вилкой, палочкой от мороженого. Еще пенную краску можно поместить в плотный пищевой пакет или тюбик. Отрезаем ножницами кончик пакета. Получается своего рода такой кондитерский шприц. Надавливаем на пакет с краской, создаем рисунок. И я предлагаю вам нарисовать объемные картинки. На картоне рисуем эскиз. Лучше выбирать простые крупные формы. И в такой технике они будут смотреться более выигрышно. Готовим пенные краски. Емкости, опять же, здесь должно быть достаточно. Столько, сколько цветов вам понадобится. И вам понадобятся две части пены для бритья. Одна часть клея ПВА, красители. Смешиваем ПВА и краситель. Добавляем пену, тщательно все перемешиваем. И вот такая палитра у нас с вами получилась. Дальше наносим краску на контур с помощью ложечки, как вариант. И время сушки здесь будет примерно где-то около трех часов. Поэтому успехов вам в творчестве и вам, и вашим художникам. И еще тоже хотела краем коснуться Эбру. Это рисование на воде. Одна из самых фантастических техник изобразительного искусства. И такое название дано оригинальной изобразительной технике, при которой основой для рисования становится не бумага, а водная гладь. Это вызывает у некоторых недоумение. Ведь краски при контакте с водой смешиваются и растекают. Как это так может быть? Но при рисовании Эбру применяется не простая вода, а особая жидкость вязкой киселеобразной консистенции. И в такой субстанции пигменты не растекаются. Остаются на поверхности, держат форму. И создается такой эффект благодаря разнице в плотности пигментов и жидкости. И вся красота техники в том, что любой человек может создавать настоящие шедевры на водной глади. Эбру также увлекательна для детей. И важная отличительная черта вот этого творчества, что каждый рисунок всегда уникален. Ведь его уже не повторить. Попрактиковать рисование на воде можно как и в домашних условиях, и в дошкольном образовательном учреждении. Проще всего, конечно, приобрести в художественном салоне комплект для рисования Эбру. Но можно сэкономить, подготовить некоторые необходимые материалы самостоятельно. Однако во втором случае придется нам затратить немножко времени и усилия приложить. Что нам нужно? Пластиковый контейнер, загущающий состав для воды, краски для рисования Эбру, разные по размеру и форме кисточки, стаканчик с водой для мытья кистей, бумажные салфетки, грунтованные картоны или матовые листы бумаги, гребешки, спицы. Запись вебинара будет доступна через несколько дней на нашем канале в YouTube. И гребешки различные, спицы, шило можно взять в какие-то палочки. Краски для Эбру натуральные, они безвредные, поэтому можете не переживать. Их изготавливают на водной основе из желчерогатого скота и пигментных минеральных соединений. Получается такая легкая, легко расплывающаяся, но остающаяся на водной поверхности субстанция. И купить такие краски можно в художественных магазинах. В нашей стране в ассортименте преобладают турецкие и отечественные бренды. Рисовать будет удобнее, если разлить краски из флакончиков, в которых они продаются. Разлить их по небольшим емкостям, например, по пластиковым стаканам. И рисование Эбру начинается с подготовки жидкости. Приготовить негустой клейстер из клея ПВА, воды, все это размешиваем. Жидкость готова в итоге к применению. Дальше подготавливаем краски. Для рисования берем масляные краски, разбавляем растворителем до жидкого состояния. Дальше подготавливаем изоматериал. Нам понадобятся лотки для жидкости, кисти, палочки, салфетки, бумага. И рисуем. Берем лоток с подготовленной жидкостью и кистью, делаем фон. Набираем на кончик краску и стряхиваем ее тихонько на воду, постукивая кисть у палец левой руки. Высота примерно 5-6 сантиметров от поверхности. И далее воплощаем задуманное. Цветы, пейзаж или что-то еще другое. И попробуйте рисовать узоры, используя гребешки, шило, прочие какие-то острые предметы. Выразительность и пестрота рисунка определяются расстоянием между гребневыми зубцами. Вот таким образом. Дальше мы можем перенести с вами рисунок на бумагу. Берем лист бумаги, соответствующий размеру лотка. Аккуратно кладем на поверхность. Когда края начнут подниматься, берем за края бумаги и поднимаем ее. Затем даем нашему рисунку высохнуть. И, как вы уже поняли, в процессе работы предугадать, как растекутся краски, очень сложно. Поэтому здесь нет определенных рамок, а только личный полет фантазии. И каждый рисунок будет в своем роде единственным и неповторимым. Конечно, нетрадиционных приемов рисования очень много. Я предложила вашему вниманию лишь некоторые из них. Мы, к сожалению, ограничены во времени. У нас всего лишь час. Я выхожу за рамки этого часа. Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей. Тем самым вызывая стремление заниматься таким интересным делом. Оригинальное рисование раскрывает творческие возможности ребенка. позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. И совсем не страшно, если маленький художник испачкается. Главное, чтобы он получил удовольствие от общения с красками и радоваться результатам своего труда. В каждом из нас с вами живет художник и поэт. А мы даже не знаем с вами об этом. Точнее, все у нас это есть, только мы забыли с вами. Вспомните детей, у которых правое полушарие очень хорошо развито. А затем вступает школа, наша система образования, которая направлена на активизацию левого полушария мозга. И в итоге вся наша жизнь с вами ведь по факту направлена на активизацию вот этого левого полушария. Когда мне говорят, мои клиенты, я еще бренд-тренер, говорят, что ой, я не умею сочинять стихи, рисовать, тоже это вообще не мое. На что я им говорю, вспомните детство свое, посмотрите на детей, они просто не боятся, у них нет вот этого опыта ошибок, и они не боятся. Вспомните, опять же, Корнея Чуковского, от двух до пяти. Вот как раз слово творчество. И это есть у нас с вами, оно заложено, просто мы об этом забыли. Вспомните притчу о зарытых талантах. А ведь действительно, многие закапывают свой талант в землю, не в состоянии раскрыть себя. Так и ходят вот эти нераскрытые таланты по улицам, живут обыденной жизнью. Просто никто не обратил внимания на задатки и способности еще в детстве. Нужно запомнить простое правило, что бездарных детей нет, есть просто нераскрытые дети. А помочь раскрыть вот эти таланты должны мы с вами, взрослые. И как говорил Сухомлинский, истоки способности и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок. Спасибо огромное за ваши отзывы. Мне очень приятно. Я рада, что вам понравилось. Если вопросы есть, задавайте. Спасибо также за вашу активность. Благодарю. Рада, что наш вебинар оказался полезным. Если есть какие-то пожелания, что-то вам интересное относительно какой-то темы, чтобы мы раскрыли ее на ближайших наших вебинарах, то пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы тогда учтем. Благодарю. Публикации нет, к сожалению, не опубликовала. Будет вебинар доступен в записи, поэтому вы всегда можете обратиться к ней. Хорошо? Благодарю вас за внимание. Всего доброго, всех благ. Будем ждать вас на наших следующих вебинарах. До новых встреч. До новых встреч.